Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Но сами не понимая того, иногда человека даже через науку подталкивают к пониманию, к признанию бытия Бога и духовного мира. В научном мире присутствует любопытство и интерес к этому миру, который в нас заложен от Создания, от Бога. Вот эта пытливость, желание знать большего, войти в тайны мироздания. И часто наука невольно, может быть, даже не ставит себе целью поиск Бога, а ставит себе целью понять смысл всего этого мироздания, невольно приходит к моментам, которые подтверждают многие части Библии и богословские понятия. Наука стала говорить о вещах, которые в Библии были давно. И современная наука говорит еще больше и больше о том, что мир был создан из ничего. Как простой, узкий, ограниченный ум может это понять? Ну как это? Из ничего произошло все. Но Библия об этом говорила с самого начала. Наука говорит об относительности времени и пространства. Это понятия, которые не могут, не может охватить ум. Но Библия об этом давно говорила. Библия говорит такие понятия, но совершенно научные, что Бог весь этот космос повесил ни на чем, и все тяготеет к друг другу силой всемирного притяжения. Физик так, да? А еще современная наука говорит очень любопытную вещь, понятие которой всегда было в церкви. Современная наука говорит, что из всего, из всей материи Вселенной человек не только своими глазами, ушами, обонянием, чувствами, но даже современные приборы, самые тончайшие, чуткие, улавливают всего лишь 20 или 30 процентов материи Вселенной, остальное остается за пределами не то что нашего понимания, а нашего даже улавления. И эту часть материи и энергии, которую человечество никоим образом не может поймать, но научный мир говорит очень убедительно о существовании части этой Вселенной. И научный мир называет эту часть материи, часть энергии, не познанной никоим образом, называет темной материи, темной энергии. И я возвращаюсь к Библии. В Библии задолго до этих научных понятий было понятие божественный мрак. Наши святые отцы, ни физики, ни химики, совершенно не ученые, вдруг говорят об этом понятии божественный мрак. В каком смысле божественный мрак? Не в смысле отрицательности, а в смысле совершенно невозможности человеком войти в эту часть духовного мира. Человек ограничен, он говорит об этом, но он не входит. Но я сразу делаю такое извинение на своем слове не входит. Не входит та часть человечества, которая понимает это и пытается говорить об этом через рассудок. Пытается говорить о той части духовного мира и о той части бытия, которая с границами нашего понимания. они пытаются войти в эту часть рассудком, интеллектом. И рассудок убирается в стену. Он терпит поражение. Он не может преодолеть эту стену. Но ум преподобных шел дальше, чем ум ученых. Ученые идут через интеллект, а преподобные идут через молитву. И через молитву они раскрывают в себе резервы нашего видения внутреннего, нашего видения, нашей способности видеть духовно, которая тоже в нас вложена от Бога. Это в нас есть. Но очень-очень сильно не развита. Можно даже сказать такое слово атрофировано. Вчера только у меня была беседа, один человек говорит, а Бог везде, в каждой клеточке Вселенной. Правда. А ты его переживаешь? Точно так же, как ты сказал, на всяком деле, безапелляционно, Бог везде. А если бы ты его так чутко переживал, что Бог везде, в каждой клеточке Вселенной, ты бы затрепетал, ты бы, как Илья, упал и накрыл голову милостью и сказал бы, Господи, я ничтожество. Ты бы затрепетал, как Моисей, который отчасти, как говорит в Библии, увидел заднее, то есть отчасти, отчасти только увидел Божество. Так вот, наука изучает больше 20% познанного мира, который способен понять через интеллект. А Церковь входит в Божественный мрак в те 80% вместе с 20%. Святые входили в этот Божественный мрак очень определенно, не иллюзорно. Они не говорили о чем-то там философском. Они говорили очень бытийно. Это был их опыт. Это был опыт апостола Павла, который говорит, я отвечаю очень ответственно. Я был там и видел, но я не могу вам передать, потому что слово останавливается. Слово привыкло апеллировать понятиями века сего, мира сего. А там я видел нечто совершенно другое. Я вошел в Божественный мрак. Так вот, познавать этот мир можно и научным, научными методами, но они ограничены этими 20%. Ну, можно быть, через тысячу лет они прибавят еще 5-10%. Но они никогда не войдут в Божественный мрак, ибо вход туда через харизму, через молитву вводят, а не через ум, не через рассудок, не через интеллект. Святая Блаженная Ксения Петербургская отказалась от разума и приобрела нечто большее, сверхразума. Разумные, умные, опытные люди приходили к ней и спрашивали, «Матушка Ксения, скажи нам что-то от Духа, не от интеллекта, ибо интеллект она презрела, интеллект она растоптала и вошла в Божественный мрак, который не может быть познан в совершенстве, но отчасти святые туда входят». Простите, что я вам заморачиваю голову. Богу нашему слава! Всегда ныне и пресно, и те и кофе... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok